На Малаховском озере состоялось выездное заседание рабочей группы по вопросам благоустройства с участием представителя Виноградовского лесничества. Для соблюдения безопасности, с учетом стандартов Роспотребнадзора, осматривали территорию тремя группами в несколько этапов. Вместе с жителями поселка о ходе работ вокруг водоема узнавала и наша съемочная группа. Такие же дорожки предусмотрены вдоль берега. Мы сейчас пройдем там, посмотрим те деревья, которые у нас сухостойные и отметим те деревья, которые у нас попадают под вырубку. Состояние каждого дерева оценивает заместитель директора Виноградовского лесничества Алексей Волошин. Членам рабочей группы разъяснили, как проводят работы по признанию деревьев аварийными. Если ствол сухой или может угрожать жизни и здоровью людей, его необходимо удалить. Перед тем, как поставить красную метку, взвешиваются все «за» и «против». Смотрите, из четырех макушек, из четырех макушек, две сухие. Те деревья, которые у нас в удовлетворительном состоянии, мы администрации предусмотрели компенсационную высадку. Сосны и липа. Место по компенсационной высадке будет определено вместе с рабочей группой. Жители высказали свое мнение о том, какие деревья хотели бы видеть в парке у озера. Администрация учтет эти пожелания при компенсационном озеленении. 7 июня подрядчики приступят к капитальному ремонту дамбы. Раньше эти работы начать невозможно, потому что сейчас рыбы не рестятся. На теле гидротехнического сооружения не должно быть никакой растительности, в связи с тем, что это нарушает техническую часть. Мы привлекли жителей для того, чтобы пройти по телу дамбы, которая составляет 265 метров, рассмотреть вырубку полную деревьев вместе с корчеванием пней, с удалением корневой системы. Реконструкция дамбы завершится 15 августа, а очистка Малаховского озера к концу октября. Территория вокруг водоема превратится в современную и безопасную зону отдыха. Анна Троян, Луиза Игеазарян и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТА.